Как страшно жить, мы все умрем. По данным НАСА, нас ждет очередной армагедец. Будущее наше печально, ведь Брюс Уиллис уже так не молод и в глубокой деменции. А Уэлл Смит больше специализируется по тарелочкам и их внеземным агрессивным вторжениям. А прогнозируют не они, а астероид. А Брюс Уиллис стар, суперстар. Нам всем очередной конец. Готовьтесь. Этот большой космический кусок проблем свалится на наши головы по расчетам НАСА с вероятностью в 72% через 14 лет. А мы не готовы. Мы опять не готовы. И НАСА в полной панике. Согласно их пресс-релизу, ими был разработан гипотетический сценарий столкновения, который, возможно, произойдет в 2038 году. И в котором уже все подсчитано. Сколько людей придавят и сколько городов снесет этим астероидам. Очень не повезло Вашингтону, Далласу, Мадриду, части Африки и зачем-то конкретно Алжиро. В НАСА признаю, что 14 лет категорически не хватит, чтобы за это время найти группу бурильщиков, их натаскать на полеты в космос. Тем более, что станция Мир сегодня на орбите отсутствует. Так же, как и ее российский космонавт в своем излюбленном головном уборе, шапке-ушанке. В сей гипотетический сценарий был разработан Координационным управлением планетарной обороны. А конкретно, группы из почти 100 представителей правительства, которые в ходе просмотра этого страшного кино обнаружили, о ужас, что в их плане борьбы с астероидом куча слабых мест и полная неготовность к отражению внеземной неприятности. Оказалось, что космические чиновники ограничены в готовности быстро реализовать необходимые космические миссии. А методы информирования общественности о надвигающейся катастрофе разработаны не полностью. Участники, представляющие федеральное агентство, такие как Государственный департамент и международные организации, такие как Управление ООН по вопросам космического пространства, после просмотра смоделированного фильма «Катастрофы» также заявили, что человечество не готово к запуску космической миссии для предотвращения столкновения астероида с планетой. Более того, они на голубом глазу вообще заявили, что сами разведывательные миссии не готовы, а не то, что их запуски. Опять-таки, согласно пресс-релизу, насмотревшись фильма «Упорные НАСА» и «Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям», запустили учения, призванные все-таки проверить готовность правительства к приближению астероида к Земле. В учениях, как было заявлено, принимали участие международные сотрудники по планетарной обороне. В ходе этих учений квази-эмпирическим путем было выяснено, что у космических чиновников есть только один проверенный на сегодня метод отфигачить от Земли астероид. С помощью кинетического удара или с помощью столкновения с космическим кораблем для изменения траектории астероида. Потому что, внимание, такой прецедент уже был. В 2022 году космический корабль НАСА уже так делал. Он врезался в диморфоз – небольшую луну, вращающуюся вокруг астероида Дидимос. Примерно в 6,8 миллионов миль от Земли, что успешно сократило орбиту Луны на 32 минуты. Так что шансы есть, господа, есть. А может и нет. Некая дама, исполняющая обязанности офицера планетарной обороны НАСА, заявила, что эти учения помогли правительственным агентам спланировать, как они будут работать вместе, чтобы подготовиться к будущему удару астероида. То есть никак не будут работать. Алло, у вас ничего не готово. Космолет не построен. Мало того, его даже в проекте нет. Бурильщики не найдены. На МКС не завезены шапки-ушанки. О чем вы там думаете вообще? На Алжир хотите все повесить? Пошевеливайтесь, господа, Алжир мы вам не простим. Если мы когда-либо столкнемся с подобным сценарием, это будет не первый раз, когда кто-то говорит о том, как с этим бороться, сказал Адама, офицер планетарной обороны. Алло, какие разговоры? Действовать пора. Они всю лясо точат. Но НАСА нас успокоило. Чтобы гарантировать, что у человечества будет время, необходимое для оценки потенциально опасного астероида, оно продолжает разработку своего инфракрасного космического телескопа. Спроектированного специально для быстрого обнаружения внеземной вражины за много лет до того, как оно сможет стать реальной угрозой для нашей планеты. И по оптимистичным прогнозам, готовы запустить этот телескоп в дело уже летом 2028 года. Так что отставить панику, у нас будет телескоп. Не выживем, так хоть увидим, кто к нам мчится из глубин космоса, чтобы нас привхлопнуть. Вернее, не нас, а Вашингтон, Мадрид и Алжир. Друзья, хотим напомнить, что наша команда остается на плаву только благодаря Вашей поддержке. Вместе победим! Реквизиты для поддержки в описании к видео.